В начале печальная новость не стала Олега Табакова. Любимый всеми он сыграл сотни ролей в кино и на сцене. Илья Обломов, Альтер Шелленберг, Людовик XIII и даже Кот Матроскин. В принципе, перечислять их все смысла не имеет. В каждой он яркий и неповторимый. А еще не только с успехом играл в театре. Он им руководил. Созданный табакеркой, МХТ имени Чехова. Успевал везде, совсем себя не жалея. Олегу Павловичу было 82 года. В последний день августа Олег Павлович открыл 120-й сезон в родном Московском художественном театре. Едва он вошел, все в зале встали и устроили овацию. Его не просто уважали, обожали и искренне любили. Олег Павлович всегда радовался, видя перед собой полный зрительный зал. Значит, отдавали себя не зря, сгорали не напрасно. В последний раз журналисты спросили его о настроении перед премьерой. И в ответе был весь табаков. Над сценой я всегда выхожу в хорошее настроение. Терпите, больная. Терпите, терпите. Это ядно вышел. Холодает. А мы тут морфин балуемся. Этот образ Олег Павлович придумал для себя сам. Искусный ювелир, понимающий, что он не вечен, но вполне бодр, пока мечтает и смеется над собой. Из всех мелодий он особенно любил вальс «Дунайские волны», который уносил его в то время, когда отец вернулся с войны домой на Волгу. Девушки нежно смотрели им вслед, шли они дальше дорогой побед, и отражением Волжской волны были глаза полны. Отец кончал войну в Вене, и его через Дунай перевозил человек. И вот он очень, очень ёмко сфурулел. Вы знаете, чего там говорить? Люди, люди. Всё ясно. А он грёб ещё в это время. Одни живут вот так, а другие вот так. И комментировать не надо. Он давно понял, что в жизни всё сложилось так, как есть, ещё и потому, что везло именно на людей, живущих от себя, ради других. И это не только педагоги и великие коллеги Олег Ефремов и Евгений Встигнеев. От бабушек Олег Павловичу наследовал принцип жизни – всегда говорить спасибо и знаменитую мелодику своей речи. Когда я вижу перед собой человека, которому ничего не нужно, я понимаю, что ему нужно всё. Бабушка одна пела там «Не пора, пантелей, пстыдиться людей». А бабушка другая пела «Ой, на свитом месяченьку». В 29 его жизнь едва не оборвалась. Инфаркт, потому что работал на износ и спал по 4 часа в сутки. Врачи запрещали такой ритм, но разве Табаков их слушал? Даже когда в какой-то момент так критически не хватало штанов, то я играл две роли, а иногда три роли, иногда даже женские роли играл. Три пачки чая, пожалуйста. Какого? Какой-нибудь есть? Есть. Так дайте. Слушайте, какой вам надо? А какой у вас есть? Какой у меня есть, это моё дело. Вот какой вам надо? Половину его гримёрки занимала кровать. Последние полвека он обязательно спал перед тем, как идти на сцену и тратить себя, теряя в весе почти килограмм за вечер. Последнюю неделю тут же рука кошка. А как пронесут в пенсию, это всё на яйца не могу. Ям-ям-ям-ям-ям-ям-ям-ям-ям-ям-ям. Желудок лопнет. Вас судить буду. Он сыграл больше 200 ролей в кино и театре, но никогда не обижался на зрителей, особенно влюблённых в эту. А я ничего не буду. Я экономить буду. Скажи что-нибудь голосом Матроскина. А я буду экономить. А вы завидуете те, у кого нет такой роли, говорил Олег Павлович, завидуя сам лишь двум талантам. Говорить по-французски и играть на музыкальных инструментах. Прошу, товарища Победача, Бог послал. Иду! Тёща. Как моменты актёрского счастья, Олег Павлович вспоминал съёмки в фильме «Шумный день», одном из первых в его судьбе, и о картине «Открытая книга», где играл, по сути, своего отца, учёного-микробиолога. О личном счастье всегда говорил по-разному. Счастье – это когда мама была жива, счастье – это когда бабушка была жива. Счастье – это что я имею возможность вечером поцеловать Машу, когда она ложится спать. Иногда она редко-редко, но вспоминает о том, что она хочет меня поцеловать утром. Когда его самого отравили за любовь, он смеялся, называя брак с актрисой Мариной Зудиной своей второй молодостью. О рождении детей – подарком судьбы. Хотя, конечно же, переживал. Не только на сцене. Ах ты, Господи! Будь она проклятая, эта старость. Когда я постарел, ты знаешь, я стал сам себе противен. Его последним спектаклем стал «Дракон» по Шварцу. Олегу Павловичу хотелось, чтобы это было не о власти и не о страхе, а лишь о том, как всем нам не хватает любви и взаимного уважения. Будьте добры, правда. Говорите потише, правда. И повзросите без жестов. Скромнее! Не двигайтесь мягко, так, пластично, и не смотрите мне в глаза. Пожалуйста. Лишь немногие знали, как трудно ему собираться силами и выходить на сцену. Но он брал себя в руки и шел к зрителям, которые видели лишь элегантность и легкость, хитрую улыбку и обаяние во всем. И пламенного искримаса, мечтавшего уйти ярко, и близкого человека, который благодарил судьбу за каждый прожитый день. Не знаю, сколько мне жить суждено еще, но думаю, что вот очень важно, чтобы то, что называется, надо максимум сделать для того, чтобы жизнь бы людей на этой земле становилась хоть немного лучше. Соболезнования родным и близким Олега Табакова уже выразил Владимир Путин. И сегодня первый канал изменил программу в связи с печальной новостью об уходе из жизни Олега Табакова. В эфир выйдет повтор передачи «Познер. Встреча с народным артистом». Ранее в 19.50 замечательного актера, режиссера и педагога будут вспоминать гости студии «Пусть говорят». Ну и, как стало известно, прощание с Олегом Табаковым состоится в МХТ имени Чехова. Дату и время объявят позже.